Вот, первый оружие правозащитника. Пишет аудио и видео в данный момент. Запрещают. Отбирали даже нас. Отбирали, руки ломали и все поудаляли. Не знаю, у меня ничего не отбирает. Вот я вот так хожу и все. Говорит, убери телефон. Я говорю, отожмись 20 раз. Ну вот как раз потому, что в отделе полиции, когда они там начали уже и матом, и нам заламывать руки, и я все это фиксировала. Неправильные действия. Основание. Вот смотри, я в Сургуте записался на прием к первым начальникам. Они говорят, ты с телефонами не пройдешь. Я говорю, а я пройду. Они говорят, нет, не пройдешь. И я им направил запрос, уведомление, что я приду в такой-то день. Записался за месяц заранее. И приложил решение суда. Кассационного мужчина в Башкирии, адвокат. Я пытался пройти в отдел полиции, чтобы ознакомиться с материалами дела. Ему отказали. Он подал в суд, и в конституционном суде ему суд постановил, что имеет полное право заходить с телефона на территорию якобы режимного объекта. И все, и он это... Он выиграл, а я его решением воспользуюсь и приложил. После этого у них случилась вспышка диареи в отделе полиции. Впервые в России их было это. Диарея? Да. А, ну это да, я слушал. Ничего смешного. Здесь полиция пострадала. А потому что там они ходят, все потом здороваются, потом ездят куда-то, здороваются, езжают и все это. И там держатся. Может из-за моего приема, может у них ситуация созрела, я не знаю. Но факт есть факт. В администрации подтвердили, в СМИ информация опубликована. Ни санитарный врач, никто не реагировал. По сути это вспышка эпидемии, а никто не среагировал. И когда потом полицейские идут по улице, тянут руку, типа здравствуйте. Я говорю, не-не-не, у вас там вспышка диареи была. Они так грустнее сразу уходят. Антон, давай так, я вот сейчас поставила и сейчас начнем. То есть я скажу, приветствуем зрителей обеих каналов. Роберт, ты кнопку нажимай. Вот ко мне в гости приехал там Антон, то-то-то. Давай, начинай. Приветствуем обоюдно зрителей наших каналов. Запись происходит в Рязани. Антон, всем известный как Антон Сургутнадзор, известный журналист, правозащитник, проездом. Заехал ко мне в Рязань в гости, чему я очень рада. И мы организовали небольшую встречу. То есть сейчас люди в формате живого общения будут задавать какие-то вопросы. Антону, где то, что я знаю компетентно, я буду что-то добавлять. И вот будем в таком формате вести видеобеседу. Антон, что ты скажешь? Был задан вопрос по поводу, не кошмарят ли меня. В основном как кошмарят? Уголовка, ну сначала административка, потом уголовка. А бывает, уголовка проскакивает и сразу в дурку. То есть вот у них репрессии. У меня тоже самое было. У меня в уголовке не было. Вот как раз мой вариант. Пропустили они. То есть без возбуждения уголовного дела, без какого-либо статуса, свидетель там, обвиняемый. То есть не было уголовки. Мне взломали дверь, пытали, сдали в дурку по административному иску. Я это все прошел, через апелляцию вышел, не кололи, не пичкали. И вот я не знал, состоит в моем персональном учете или нет. И вот в связи с правозащитой, травмцентр Гордов Ругут, там, наверное, слышали, это в 36 видео было снято. Там жесть что творилось. И вот в связи с этим, там было нападение на меня как журналиста. И мне пришлось подать иск о защите чести и достоинства, потому что все живое человечество назвали, там, статья называется «Лидер секты живых человек». Вот. И я пошел защищать не только свою персону, но и, по сути, все живое человечество. Вот. И в ходе подготовки к делу получил такие ответы. От его главного врача лекарственные препараты в учреждении вам не назначались. А вот тут еще один, там, это, медицинская тайна не разглашалась. Короче, никому ничего не передавали. Вот можете почитать. Положительная характеристика от участкового. Текст зачитывать не буду, не для всех. Ну, факт есть факт. И плюс медицинская комиссия недавно прошел. То есть все доктора подтвердили, что здоров, дееспособен, получил водительские права. С отсылкой на персону, правильно? Через персону. Конечно. Вот справка на персону, капслоком. Что на учете психиатра не стоит, у психиатра-нарколога тоже не стоит. Это вот та броняка, которую я вожу с собой на случай возникновения вопроса. А вы вообще в порядке? Вы меняемые? Может, вам дурка приоритет? Вот, пожалуйста. Все есть. Зачем вызывать? Уже есть все документы? Плюс решение суда апелляционного. Нет, ну вот по нашему делу у нас там административки не было. Написала я первая там вот смысл. Подождите, подождите. У вас как зовут? Елена. Елена. Давайте я договорю буквально три минуты. И еще с собой вожу три исполнительных листа. Доказал через суд на их поле, что управляющая компания незаконно занимается отключением от электричества. То есть суд признал их, по сути, преступниками, нарушителями закона. И плюс в мою пользу вот тут определенная сумма, что я, как говорится, в народе на банку поставил. Вот они. Может, можно? Конечно. То есть отключение от ресурсов является незаконным действием? Да. Отключение от ресурсов может быть через суд? То есть судебное решение? По идее должно быть, но я ни разу не слышал, не видел. Чтобы суд признал, что давайте жителей отключим от ресурсов. Не жители, а жилое помещение. Да, жители, живущие в жилом помещении. От слова «жизнь». Вот, эти исполнительные листы я получил год назад, то есть в феврале второй получил. И пытался уже сдать в банк открытие, то есть они мне отказали. И потом, чудесным образом, я получил третий исполнительный лист, он нигде не учтен. То есть у них ошибка в системе. Вот где есть номер, он есть в журнале учета, они его выдавали. А там, где нет номера, он у них ни в базе не присутствует, ни в журнале не записан, нигде не учтен. Черная касса. Да, то есть они еще занимаются производством исполнительных листов, не зарегистрированных в системе. За что тоже их можно, собственно… Да, я это еще нигде не озвучивал, а сейчас… Правосценно, кстати. Да, вот сейчас озвучил. И плюс, если заметите, некоторые листы, это по сути они мне экзамен настроили. Буква «З» закрыта, закрыта «Индосамент», «Алонж» закрыт, а тут раз и открыто. А там совсем по-другому. Здесь везде закрыты. А, вот тут. Нет, там уже багажный право вверх. Ты это как трактуешь, ты это как трактуешь, вот эти пустые листы? Для чего они вообще, в принципе? Мне же вписывается информация. Ну да, это… Какая? Я считаю, что мне устроили экзамен, проверка на знание вексельного права, экзамен. Угу. То есть я сразу определил, что они все отличаются. Вот самым последним, который не учтенный, там вообще больше всего листов не закрыты. То есть по идее, вот здесь вот можно написать, принимая за ценность, платить приказу, тому-то, либо в УФК сдать. И то есть там можно в любую сумму написать, 50 миллионов. Таким образом можно даже управлять компанией обанкротить элементарно. Но я не собираюсь это делать, я не хочу участвовать в их съемах. Мне вот эти копейки, как сказал сам электрик, который отключал, говорит, а что так мало, я бы с них 2 миллиона быстрее был. Ну, сам приходит, отключает. Ну да, да. Вот так. Да. И я не хочу, я просто как доказательство, как награда ввожу людям и показываю. Я вообще хочу в это в рамочку поставить и повесить. Вот у вас поднимите ко мне. Ну то есть, если ты чего-то добиваешься, то все реально. Да. Главное не сидеть. Главная проблема у людей какая, вот то, что я вижу, они наслушались роликов в интернете, что ЖКХ оплачено, вот эти трансферты различные, да, и они перестают платить. Но это полдела. Нужно еще и начинать какую-то переговорную, правильно? Переписку, запросы. Если суды, то участвуют в судах. А не то, что я письмо не взял, значит я в деле не участвую. Значит смотрите, ко мне много народу звонит и рассказывает там, у кого-то ипотека, у кого-то ЖКХ, перестали платить, все. Я ни в коем случае не советую, даже наоборот советую платить. Вот у вас осталось там меньше половины или даже большая сумма, платите дальше. Есть возможность, платите. Но при этом изучайте вот мои ролики там, у Али, у всех блогеров смотрите, берите образцы, у меня есть целая серия там ЖКХ антитеррора. Как их грамотно задолбать жалобами, даже несмотря на 336-е постановление, которое запрещает их кошмарить. Докопаться можно до всего, до лампочки, до трещины, до снега, до обледенения, там масса. И по каждому вопросу можно жалобу писать. Вот когда их задолбаете, они придут и скажут, что ты хочешь вообще? Что тебе надо? А можно вообще? Отключилось? Да, что-то отключилось просто. Вот самое интересное, вот хожу в поликлинику, ну так вот, делюсь, если там кому интересно вопросы задают. Ну как, это физиотерапевт там, как вот врач. Я? Нет. Елена Геннадьевна, давайте, она мне, вы так и не платите, я не плачу. Я не дам прозрев, я не дам прозрев, я не дам. А, дам прозрев, ну хорошо, присоединюсь. Я говорю, я не плачу. Она говорит, ну и что? Я говорю, ну я с ним переписку веду, я говорю, там ответы там это, я запросы, они ответ. Так что все, говорю, с межрегионгазом, с водоканалом у меня уже все закончено. Она все равно сидит и говорит, давай мы не будем платить. Я так на нее смотрю, я говорю, так нельзя делать. Вот смотри, человек принял решение не платить, да? Дальше, человек должен быть готов, что будут судебные приказы, нужно быть готовым их отменять. Не просто отменять, а еще и отзыв писать, отзыв акцепта. Достигнуть максимальный размер видео. А, память закончена. Давай еще. Мне пишут. Давай еще. В сутки можешь. Давай твой поставим. В сутки можешь писать. У меня просто только видео не запрошено. А запись идет, Антон? Да, да, да. Идет. 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 Это в одном же обмене и... Давай ты проверь, что точно идет. Что? Ты мне не веришь? Просто смотрю черный экран. Проверим на пятью годами. У тебя такая тема крутая. Выключены изображения. А ты что, не догадалась? Нет, ну я открою. Это специально. А я тебя научу? Так, а затем оптик. Что? Ну вот, по поводу вот. Судебный приказ. Судебный приказ, а затем отзыв. Отзыв акцепта. Нужно почитать ГПК. Нужно знать. Обладать колоссальными знаниями. Дальше, они, даже если вы судебный приказ просто отмените, они подадут в суд. В суде вам нужно знать, что нужно ознакомиться с материалами дела, какие ходатайства писать. Они обычно переводят в упрощенный режим, без вашего присутствия. То есть, даже если вы приходите, они говорят, что вы пришли, заседания нет, мы вас не пустим. То есть, вот это все нужно знать, колоссальными знаниями обладать. Если вы к этому не готовы, лучше платить. Платите, тихонечко изучайте, изучайте, изучайте. То же самое с ипотекой. Люди там, буквально копейки осталось, там 300 тысяч выплатить, перестают платить. А все крутится, крутится, человек ушел в исследование знаний. И, как говорится, профукал все вспышки, и уже квартиру хотят. Продали, уже в дверь скучаются новые хозяева. А семья, естественно, взвыла. Ты что, творишь и все такое. Поэтому платите и изучайте. Вот когда созреете, будете готовы. Я-то ничем не рисковал. У меня там по их меркам накопилось долгов максимум на 250 тысяч. Я сначала исполнительные листы год назад получил, доказал всем, что это возможно. А потом, летом, в августе, принял решение, что все, я сургут перезрел. Там вспышка диареи, там разлив говна 8 раз на детской площадке. Да, да, да. Да, я говорю, тут детский пидет. Памперсы там все у нас. Да, да, да. Ну, вы видели. И когда я это все увидел, я понял, что ну все, мне тут делать нечего. Все от меня бегают, все бегают. Народу хочет помогать. Все, я уже, можно сказать. А еще самый главный фактор, я его не озвучивал. Есть такой блогер Никита Забазнов. Он был в Владивостоке 4 года назад. И он пришел менять права. Ему сказали, проходи дополнительные тесты за 2000. Он начал возмущаться, включать видео. Его, в общем, приехали два белых халата, сразу наручники. Вдруг его отвезли, укололи, привязали. И все. И неделю не знал никто, где он. Общественность его отстояла, вытащила оттуда через полтора месяца. Был фургон там, рупоры на всю улицу. Освободите Никиту Забазнов. Поднялась общественность, в общем, освободили. И он начал реабилитироваться через суды. То есть подал исты в суд, дошел до Верховного суда. А пока он это все делал, ему жизнь не давали, ничего не давали. Типа персоны на учете, тебе ничего нельзя. И он уехал в Москву, пожил там некоторое время. И полгода назад, нет, даже год назад, он дошел до Верховного суда и признали незаконным его помещение в дурку. А потом вышла новость, что главврач этой дурки находится под следствием по головной статье за взятку. Не знаю, что сейчас с ним произошло. Может, эти события и связаны. И полгода назад он эмигрировал в США. Он понял, что здесь в Верховном ему жить не дадут. Сейчас он сдал экзамен на дальнобойщика. Сейчас он где-то прислал фотку на озере Мичиган. И, в общем, где-то три месяца назад я зашел к нему в прямой эфир. Он это организует. И там было где-то человек 50, они в основном в США. Русскоговорящие. И вот мы с Никитой разговаривали на отвлеченные темы про YouTube, про компьютеры, туда-сюда. И потом в слово взяли двое мужчины, даже трое, и они начали разговаривать. Говорят, а вы знаете, что там паспорт недействительный, капслоком. Все признаки начали перечислять. Роспись под принуждением, про черные мантии, тема живых. И вот это вот все рассказывает, рассказывает. Никита не выдержал, говорит, да вы что, говорит, издеваетесь. Вот хозяин YouTube-канала «Свугубнадзор», который больше всех эту тему продвигает в России. А ничего? Говорят, «Свугубнадзор». Нет, не видели. Антона Булгакова, не слышали. И вот я им, я включился разговор, рассказываю. Вот это, вот это, вот это видели, нет. Откуда вы это знаете? Вот там, там, там узнал. Я пришел, я осознал, что настал эффект, как говорится, сотой обезьяны. Тема живых встала на ноги и пошла самостоятельно. И это уже не от меня, не от тебя, не от кого-либо из вас не зависит. Уже информация, она, как это, сущность, она не то, что выросла, она еще приблила ноги, руки, голос, уши. Да, и пошла сама, все, народ уже все, сам знает, то есть вот эта народная молва пошла. Я понял, что моя миссия выполнена. Я повысил уровень осознанности людей, информация начала доходить без моих усилий каких-либо. Я последние полгода вообще видео не делал. И, то есть, даже до Америки дошло. Хотя, в статье «Лидер Сектор» пишут, что это с Америки пришло к нам. А сейчас обратно туда к ним пошло. Таким делом занимался. Да. Вот. И я понял, что все, я созрел, я давно мечтал уехать в деревню. Я сейчас уехал из Сургута, продал квартиру. И когда я начал продавать, я держал это в тайне. Вот. Я все равно планировал. Раз у меня, я вот, три исполнительных листа у меня есть. Все. Я могу теперь спокойно погасить все долги за персону. Хрен с ним, что там, 250 тысяч. Но в итоге я посчитал, что за три с половиной года 250 тысяч, с учетом того, что доллар поднялся, с учетом того, что тарифы поднялись, время прошло. Короче, 1070 я сэкономил. А зачем гасить? У меня была задача быстро уехать. Мне Сургут надоел. Нет. А при чем тут? Долги старого собственника не переходят на нового собственника. Не переходят. В соответствии с жилищным кодексом. Не переходят. Но чтобы это все отстоять, я готов был там остаться и включить вот этот свой правозащитный навык и у приставов закрыть все исполнительные производства и доказать, что квартира продается. Ну, я посмотрел, мы еще там, как сказать, у нас определенные события произошли в Сургуте, то есть несколько раз были чаепития организованные, народ собирался, потом полгода встречались и постепенно это все сходило на нет. И так раз пять. И в итоге было создано там несколько чатов, они тоже все затухли, чат общения тоже затухли. И последний звонок меня просто вывел из себя. Мне позвонила женщина и говорит, что это какая-то проблема. Я говорю, почему ты с этой общей проблемой не пишешь в общий чат? Для чего мы чат создали? Вы почему используете меня как телефон 102? Все мне докладываете, все мне это, звоните, пишите. Они говорят, а ты как хотел? Овцам нужен вожак. Так и сказал, овцам нужен вожак. Я говорю, а ты что здесь, ты только что сама себя овцом назвала, что ли? Я говорю, ты что, мне не нужны вожаки, мне не нужны вожаки, я сам по себе. Если хочешь, что-то, вставай рядом и пошли плечом к плечу вместе. Дозвольте сказать, что вот эту покупную праву как бы тебя выбирали? Да никто не выбирал, я запретил. Ты не согласен, я считаю, кто считает. Я против этих выборов, не надо меня никуда выбирать. Ну ты, это за, это есть такое, что воли твоей на это нет. Нету, нету. Я давно известно, я не хочу быть лидером, я не хочу быть руководителем. Нет, я в принципе этого не хочу. Я сам себе лидер, я сам себе руководитель. Вот мое тело, я им управляю. То есть каждый сюда приходит за своими личными уроками. И быть под чьим-то началом, под предводительством, это априори показывает свою недееспособность. Антон, давай вот знаешь, какой сейчас вопрос обсудим. Мы с тобой это лично обсуждали, но я хочу, чтобы это было озвучено. У тебя очень обширная практика по доставлению твоего драгоценного тела в места не столь удаленные. Да? Всякие там СИЗО, изоляторы временного содержания и так далее. Ну, в СИЗО я никогда не был. Но, хорошо. Какие бы ты мог советы дать? Потому что очень многие, понимаешь, боятся именно вот таких последствий. То есть они бы и рады были отставить свои права, рот открывать, что-то говорить. Но они боятся. Меня сейчас схватят, оденут наручники, меня куда-то поташут, посадят в каталожку с бомжами, понимаешь. С проститутками с какими-то. То есть ты можешь осветить, во-первых, психологический аспект. Вот. И аспект именно документальный, да, правоведческий. То есть как себя вести с психологической точки зрения. Манипуляции. Тебя проверяют. Как себя вести. Поддаваться, не поддаваться. И какие действия предпринимать, чтобы это побыстрее закончилось в твою пользу. А не то, что там, подпишите смертные приговоры, мы вас выпустим. Вот это вот озвучь, пожалуйста, прям вот, расширенно. То, что народ боится, это правильно. Это естественно, это нормально, это естественная реакция. Я тоже боялся. Меня трясло изнутри вообще. Многие это замечают, что у меня иногда руки дрожат. Это естественная реакция организма. Что тебе сейчас сделают больно, или это... Перевернут головой, вертормашками, и воткнут в пол, как со мной сделали. То есть мне повредили шею при первом задержании. Вот. Это нормальная реакция бояться. Потом мне заламывали руки, выламывали ногу на болевой специально сделали, чтобы одеть наручники. Да, да. За кадром Елена свои сынки показывает. Вот. Это нормальная реакция бояться. Но вы должны осознавать, что чем правильный путь, это, как сказать, пройти это все, даже если к вам это применят, нужно пройти это по-человечески, по-образски. Нужно осознавать, что перед вами не враги, не фашисты, не убийцы, а это ваши братья и сестры, которые в данный момент выступают в роли учителя. У меня такая позиция на данный момент. Да. И когда я эту позицию включил, такое свое мировоззрение, раньше я тоже к ним агрессивно относился. А потом я осознал, что народ произносит слова и не осознает. Пойду бороться, пойду добьюсь. Я говорю, добиться это слово бить, то есть удар. Пойду побоюю, то есть война, борьба, драка, вот это все. Я говорю, вот, представляю картину, ты выходишь в поле. Где больше битвы происходили? В поле. Ты выходишь в поле один, а их выходит целых там 20 миллионов. Приставы, судей, там эти, ФССР, все они выходят, и вот они их 20 миллионов. А ты один. Кто победит, если они враги? А я говорю, а я поменял мировоззрение. Я выхожу в поле, и передо мной 20 миллионов учеников и учителей. Вот это урок. Вот это да. Может быть, даже если повезет нас в колонии таким свидетельцем, тех людей на свою сторону, я так понимаю. Если повезет тех людей переманить на свою сторону. У меня нет цели переманить. Нет, я не приманить в поле. Я сейчас переделал, если это адресик не приманить, вот так, как говорит. Прям видел там люди, там, вот, так, вот, рабочие на них, все там. Есть, есть. Красавчик. А вот, как у меня случилось, я с ним спокойно, а он прям... Давайте Антон вам расскажет, хорошо? Хорошо, Лена? Давайте. Сейчас по запись, время идет. Да, а то потом не знаешь, как монтировать это. Место заканчивается, хорошо. Это, я вам знаю. Значит, это было у меня первое задержание. Воткнули в полк, привели в дежурную часть, закрыли в обезьянник. Место уже было занято другим мужчиной. И я, по сути, ночевал на полу, свои тапки снял, на них сел и в позе лотоса все ночью так вот ночевал, сидим. Вот, и в туалет не выпускали, как бы я ни случался. Это было первое задержание. На второе... А что делать? Куда писать-то? Никуда. По итогу. Никуда. А как никуда? Ну, можешь на пол, и потом в этом сидеть. Вот такие вот такие уроки. Не человеческие условия. Это вот такие уроки. Проверка, проверка на человечность. Ну, мне повезло, что я в тот момент не хотел, не было нужных. А в следующий раз, когда меня задержали, меня так же в камеру, в этот обезьянник, и я уже, это, мне захотелось. Я подхожу, стучу и говорю громко, я хочу в туалет. Тишина. Ну, я, там, два метра, даже полтора метра. Я крудей нарезаю, хожу спокойно, а не камера, они смотрят. Полчаса прошло, я опять стучусь. Я хочу в туалет. Опять тишина. И так пять раз. И только через три часа меня сводили в туалет. А когда я выходил, завели молодую пару, мужчина с женщиной. Где-то они там на дискотеке были, короче, в туалетрах, и все произошло. Мужчина в будни, оказался, жена за него заступалась. В общем, его заводят в камеру, в обезьянник сажают. И он с разбега, вот эти два метра, начинает ногой в дверь этот, пытается вышибить дверь с ноги. Ну, это, грохот стоял колоссальный. То есть, через пять минут заходят три таких шкафа, здоровянных, в полицейской форме. И просто вот аптывают его в толп, в пол, в кровь. Его же, собственно. Я это прекрасно увидел. Вот, вот, да, вот вам на весы, да? Постучал, я хочу в туалет. А он с ноги бьет. Как, 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 какой привет, такой и ответ получил. Я не знаю, с одной стороны, это жестокое поведение, но с другой, а как его еще научить вежлему культурному поведению? Не агрессия, спокойно. Не, ну в любом случае, в кровь-то не втаптывает, ну как, ну. Я не судья, я звучал то, что именно. Ну, короче. Вот, да, это был второй раз. Сейчас еще меньше людей захочет туда попадать. А в третий раз меня задержали. Меня уже в обезьянник не садили. Я был вот в коридоре, в общем, там можно было походить, воды попросить, в туалет сходить нормально. В кавычках туалет, тот самый, где не мыло, ничего, и вот так вот, да, и это, вот, ну можно, хоть как-то, да. Вот, и вот третий раз, когда я там ходил, участковый в 12 часов такой приходит, и вот участковый заходит, если они первые два раза со мной так это осторожно разговаривали, вот так у виска крутили, то третий раз заходит, о, булгаков, пошли пообщаемся, покурить, короче, в туалет, все. Потому что я с ними разговариваю, я шучу, я прикалываюсь, я им знания сообщаю, им интересно, им надоел вот этот контингент, в основном пьяницы и хулиганы ходят, булганы. Да, мало ли, знают, не знают, они соскучились по человеческому отношению, по-братскому, понимаешь, по-братски пообщаться, о, понимаешь, вот как, кого он встречает вот так с объятиями. То есть, подведя итог первой части ответа твоего, касаемо психологического аспекта, да, вести себя по-человечески, понты не колотить, ногой и дверь не выбивать, то есть вести себя адекватно. Я не матерился, культурно, вежливо разговаривал, на все их провокации реагировал спокойно, никому не хамил, не грубил, рассказывал анекдоты, истории, знания давал. То есть им было, им с каждым разом все интереснее и интереснее со мной становилось. И начальство это видело и осознало, что им этого лучше не задерживать, а то у нас тут сейчас все оживятся и погоны поскидывают. Да, а такое случается. За пять лет у меня уже много таких случаев на памяти. Вот, и так, а дальше по поводу задержания в камеру, да, как не попасть, правовая основа. Я об этом говорил. Какие писать там, петиции, куда звонить, что делать, когда тебе телефон не дают. Вот, вот, все вот это. Все это я разбираю. Там, ну вот вы говорили, написано в этом справке, я, и там пишут фамилия и отчество. Я Иванов Иван Иванович. Там я, надо зачеркнуть или как, ну то есть они же, я их последнюю букву не утоняю. Да я не на то внимание заставил. Нет, вот если, когда, это, дурки там как вот. Нет, сейчас не на дурках. Давайте вот сейчас, когда схватили наручники, заковали, притащили, выделили. Если схватили, наковали наручники, вы уже где-то ошиблись. У меня сейчас до этого вообще не доходит. Вот последний раз полицию вызывали. В Краснодаре я был. Сходили к прокурору города Краснодар. Тебе передали. Да, я шел с народом, просто присутствует, посмотреть, познакомиться с прокурором. А они, семь или восемь человек, хотели задавать вопросы по пенсии. Вот, я осознавал, что я тут гость, и я могу им помешать. Я единственное, что сделал, я попросил прокурора предоставить удостоверение. Он, естественно, завелся. Он осознал, что его поймали на рабочем месте, точнее на служебном месте без удостоверения. Он, естественно, начал на меня наезжать. Вы кто? Ваш паспорт, я сейчас на вас полицию вызову. Отвезем его в отдел полиции, устанавливаю личность. Я спокойно встаю, слушаю, слушаю его. А он, смотрю, что-то он слишком громко начал разговаривать со мной. Думаю, ну раз тебе можно защитить, мне можно. И говорю, а так вы ответить не можете. Прямо включил мощный голос. В ответ к нему он начал тоже голос повышать. Он в итоге сходил, поднялся куда-то там на этаж, пришел, показал удостоверение. Отлично. Говорит, теперь ваше. Я говорю, у меня нет. А как вы прошли на режимный объект? Ну я не стал его спрашивать, как он на режимный объект без удостоверения вообще проходит. Я говорю, давайте проще сделаем. Я сейчас так же, как и вы, пять минут назад схожу, и все. Ну дал понять, что я уйду, и все, и ты меня не увидишь. Вот, и он что-то тоже там голос повышал. В итоге я ушел, сел в кафешку, и мне звонят, говорят, тут твой этот, а я телефон забыл на столе. И он говорит, тут твой этот, соратник говорит, твой телефон хотят изъять. Приехала полиция. То есть он решил обострить ситуацию. Я пришел, посмотрел. А главное так произошло, что все вот эти соратники, кроме одного, они куда-то ушли. Я подхожу, они ко мне вдвоем на улицу подходят. Я говорю, не волнуйся, сейчас все разрулим. Я думаю, они за мной пойдут. Они на улице остались. То есть они там одного человека оставили. Вот в правозащите, когда в видеопоходы, я всегда для всех это говорю. Первое правило это не разбиваться. Что бы ни произошло. В туалет по двое. Всегда вместе. Чтобы у вас как минимум двое очевидцев было с четырьмя глазами, которые, и четырьмя ушами, которые скажут, что вы ничего плохого не делали. А они что-то взяли и разбежались. Ну я зашел туда, с полицейским пообщался. Они говорят, давай объяснение. Я говорю, нет, пользуюсь статьей второй. Давать объяснение это не обязанность, а право. Соответственно, статьей второй Конституции РФ. Я пользуюсь правом не давать объяснения. Я от объяснения не отказываюсь. Пиши рапорт. И он на труке написал рапорт. Я вообще не расписывался, ничего не трогал. Он говорит, пиши расписку. Я говорю, в рапорте все это вырвину. Все, он мне телефон вернул. Я ему пожал руку, охраннику пожал. Я говорю, там прокурор занят. Передайте благодарность за хороший урок. Я для себя почерпнул много знаний. А вот кто сбежал, тот и сбежал урока. Очень колоссально. То есть, получается, я понял, если уроки тебе, как бы, если они есть, вот, и выручая их надо, ты работаешь? Нет, работать, а правильно пройти. Да, правильно. Правильно научиться и сделать выводы. У меня же как пошло обучение? У меня не собирался учиться. Но когда ты монтируешь видео, как единственное доказательство их беспредела и твоей невиновности, ты волей-неволей, как минимум, 10 раз это видео просматриваешь. Вот почему Алия, она знает, что такое монтировать видео, потому что каждая секунда дорога. И каждая секунда, она потом 10 раз увеличивается ее и моего времени. И когда ты это все слушаешь, ты 10 раз и себя слышишь, и то, что они сказали, и звук улучшает. То есть, ты вживую мог не расслышать, но когда ты в наушниках слышишь, с увеличенным звуком улучшен, ты это все слышишь. И вот за счет этого я, анализируя каждое свое слово, то, что они сказали, делал выводы, тут же полез в интернет, а он там сослался на статью, посмотрел. Вживую ты это не сможешь сделать. Тебе просто некогда будет. А дома спокойно в обстановке монтируешь, там посмотрел, тут посмотрел. Раз, видео переработал, перекрутил его как фарш, сделал из него котлеты. Все, вкусная котлета себе там раз в рюкзак, и все, я потом применю. Поэтому я всем рекомендую, да, всегда, куда бы вы ни попали, в какую ситуацию. Я даже иногда как делаю, иду в какую-то организацию, я просто включаю диктофон. Я не готовлюсь к какой-то проблеме. Просто он меня включает, а вдруг что-то. Если ничего, то просто ты эту запись ненужную тут же стираешь на выходе. Но если вдруг что-то происходит, а у тебя уже где-то такой, вон, включен, а тот, с кем у тебя это происходит, он даже и не догадывается, что диктофон включен. То есть он ведет себя так, как будто он не включен. Понимаете? И вы при нем его не включаете, не начинаете там на видео снимать. То есть все происходит в естественных условиях. Только вы знаете, что у вас ведется видеозапись или диктофонная запись. Поэтому это очень важно. Тем более всегда нужно с собой возить перечисления нормативно-правовых актов, в которых перечислено ваше право на видеосъемку, начиная конституционные и законы, и указ президента 3.2.2.4, на основании которого нужно снимать, дабы коррумпированность уменьшать. Вот это вот коррумпированность. Закон о коррупции почитайте. Статья 10.273 ФЗ. Если он говорит свое личное мнение и не ссылается на норму права, это значит признаки коррупции. Личная заинтересованность. Можете вменять признаки. У нас минусим год, который 273. Да, он самый. Да, минусим даже показан. Это все равно говорят. Вот Антон, да, как пример. Когда нас остановили 1 января, он говорит, у вас номера не по ГОСТу. Я говорю, номер ГОСТа назови. И он не знает. Он номер ГОСТа не знает. Но если ты на что-то ссылаешься, ты мало того, что назвать должен, ты мне предоставить сразу должен юридически значимую копию. Того документа, на который ты ссылаешься. С человеческой точки зрения он сказал А и не хочет говорить Б. Да, да. С точки зрения закона он проявил признаки некомпетентности. Да. То есть он где-то что-то слышал, а конкретно сказать не может. Вот когда это все показываешь, они поэтому и не хотят, чтобы их на видео фиксировали. Поэтому фиксировать надо. Это есть у всех людей. Но кто-то этому придает значение, а кто-то нет. Кто-то может выкрутиться, а кто-то не может найтись. Он бы мог сказать, что ГОСТ имеет рекомендационный характер, поэтому я не обязан сообщать. Так тогда ты не должен им апеллировать и не говорить, что... Он бы хотя бы, как сказать, признаки бесчестия мог бы это устранить. Что у тебя номера не по ГОСТу. Ну а зачем тогда мне про это говорить, что они не по ГОСТу? Да, и вот все, что я рассказал, да, плюс Алья, я вот эту папочку уже пять лет не могу завести, в которую у меня все эти бумаги будут. Но я обязательно сделаю, потому что мне сейчас для машины надо, вообще для ситуаций разных. У меня, то есть, это будет две папочки. А все, что вам необходимо, минимальный уровень знаний для правозащиты самостоятельной, для общения с ними, для разговора, для фиксации, это все есть в видео о самостоятельном правозащите. Два слова наберете в YouTube, там три части. Я там это все еще три года назад рассказал. Многие смотрели, видели, но не слышали, и звонят, Антон, помоги. Я говорю, вот это вот сделал, нет. Видео смотрел, да. А почему видео я об этом говорил? Ты, говоришь, смотрел, и ничего не сделал. Вот сейчас точно посмотрю. В одно ухо влетел, а в другую правозащита, да? То есть, есть такой самостоятельный правозащитный. И что я еще хочу добавить, что не бумажки делают человека, а человек бумажки. То есть, если в тебе нету силы воли, характера, вообще понимания, кто ты и для чего ты тут, то дай тебе хоть 10 папок с разными законами, но если ты не можешь, во-первых, ими пользоваться, если ты не умеешь их трактовать так, как это должно быть, то они тебе не помогут, все эти бумажки возимые. То есть, иногда смотришь тоже видео, люди начинают разговаривать с какими-то представителями органов власти, бегают, мекают, то есть путаются, статьи. Вот для таких случаев как раз достань бумажку. То есть, чувствуется, что он может что-то сделать, то есть характер есть, но ему не хватает теоретических знаний. А когда ты действуешь в совокупности, ну, у тебя это профессионально, если ты журналисты, все это под оплеку, естественно, как рыба в воде ты плаваешь. То есть, зачастую у людей много теорий, много бумажек, но не хватает духа, чтобы этим воспользоваться. А у кого-то дух есть, но он забыл номер статьи. Нет, там порой говорят, если ты забыл, ну, ты говори что-нибудь, говори, но уверенно. И они будут все равно, они поверят. На самом деле, у меня был такой, я убедился. Ну, я вам хочу сказать, что я не был таким уверенным. У меня не было столько знаний. Я всему этому научился за пять лет. Я так же боялся, меня так же трясло, я так же заикался, я не знал, что сказать. Но за пять лет я научился, где что нужно сказать. И я вам хочу напомнить первичные признаки, по которым вообще слово «живой» определяется. Посмотрите короткое замыкание фильма, там две части. Там вот как раз роботы пытались идентифицировать, живой он или нет. Единственный первый признак, который они определяют, то, что у него есть чувство юмора. Если вы слишком серьезно к ситуации подходите, вас просто за робота примет, который сломался, у которого короткое замыкание произошло. Его надо в дурку отвезти, починить, то есть это, полечить. Кстати, бывает, когда улыбаешься, так вот, ты спокойно говоришь, вот даже когда дежурный прокурор принимал документы, она говорит, «А вы что такая агрессивная?» «Я?» «Мы, по-моему, вместе». Вот видишь, она, она… Я говорю, «Я улыбаюсь». Даже если не было агрессии, то это проверка. Если была агрессия, то это урок, то есть применять другие слова, другие методы. Соответственно, первичные признаки – это юмор, и второе – это умение соображать. Ты пришел с папкой, я вот это, вот это знаю. Он тебе одно, ты ему раз, как карты, одну, другую бумажку. А если у тебя папку отберут, я и без папки смогу рассказать. Там могу телефон достать, ну, в общем, проверять, насколько человек сообразительный. Умеет он проявлять свои навыки, свою способность без инструментов, которые у него есть. Вот даже мне рот закроет, я смогу руками на глухонемом языке разъяснить. Понимаете? Да. Вот я ходил в Краснодаре тоже человеку, показывал, как я в суды хожу, я с ним пошел. Мне говорят, прихожу, мне говорят, вы слушаете ли? Я говорю, нет, я пришел послушать. Она сразу все осознала. То есть, вы слушаете ли это участник лицо физическое? Я говорю, я пришел послушать. А вы кто? Живой мужчина. Все, ну, пошла, вопрос не задавал. И когда я зашел в этот зал, мужчина разговаривал, он тоже осознанный, он разговаривал, а я как мог на бумажке ему подсказывал. Черная мантия со мной на глухонемом пыталась общаться. И помощница сидит, такая не поймет, кто кому подчиняется. И он мне так это... То есть, подожди, я тебя перебью. Говорить нельзя, но бумажки можно подсовывать? Я это делал. Это... Чтобы легко себя вести в их вот этих играх, вы должны знать правила игры. Я первый раз про это слышал. А вот почитай. Хорошо. Если дело административное, кодекс административных правонарушений почитай. Там написано правило поведения в суде. Что можно, что нельзя. Если ты сидишь, и тебе сказали встать, и ты не встал, это нарушение. А вот если ты стоишь, тебя никто не вправе заставить сесть. Ну, это да. Я там, мы знаем. И на коза. Вот там разница, даже вот понятия разница. не встал, нашли на нарушение, если встал и не сел, значит, ничего. Там зависит от того, кто подчинился, признал. То есть, я знаю, кто не встает, и ничего именно это. Тут надо это проявлять волей. А я захожу, я просто не даю повода применить ко мне их правила игры. И все. писать не запрещено. По глухонемому общаться не запрещено. Я знаю алмавит, я могу донести информацию. Да. Шуметь нельзя, даже по глухонемому. То есть, я понимаю, как выучите жесты, выучите жесты, общаться с бухониками, как и все. Ты можешь принести печатную машинку и на печатной машинке ну раз, и так. Соображение, юмор. они никогда это видят, они... Прикольно, да? А что, вот знаете, в чат есть правосудие в чистые руки в этом, в телеве, там большое сообщество, многие о нем знают, там 3 или 4 тысячи людей, они по правозащите, именно по закону МРФ идут, и вот это все изучают. Так они как делают? Один идет в суд, и он включает этот телефон, создается голосовой чат в телеве, он включает микрофон, а у остальных выключат. И все, блокирует телефон, он вроде выключен, а идет прямой эфир, и все все слышат. И на отдельном телефоне он в этом чате читает, ему там пишут подсказки. Что говорить? Без наушников, без микрофонов, без всякой этой шпионской техники, все официально не запрещено, значит, разрешено. Все? Соображение? Хитрого. Да. Короче, вот и учимся. Собрание. Как сказали Иванович, который сомикаристый. Пластичный. Пластичный. Можно тоже развивать. Давайте чай попьем немножко. Пауза. А то Антон говорит, говорит, говорит. высыхает. Не надо, я потом вырежу. Антон, давай уберем, не дай бог прольется. Все, все посмотрели. Да. Все, что посмотрели. А это вот что? Это медкомиссия проходила всех врачей на водительские проводы. медкомиссии. Мне очень понравилось вот это. Вот это вот наверное нужно всем сделать такие сабонные сничьего. Ну что-то не психбольные это и не браунные. Ярослав, иди за стол. Сидись. Я не люблю вот эти видео прямо на 7. А тебя там не будет. Там тебя не будет, только нас видно. Но там только два фигуриров. Ты позже пришел. Две святые Две светлых повестей Я стесняюсь. К тому же это не прямой эфир. Ты можешь сказать в любой момент, что после, что когда камера есть, мне прям не такси. Ну не люблю это. Это не камера, это как ты это сказал? Видео. Это телефон. Ну я понимаю, но видеокамера. А камера там в СВСИГе. В СИЗО. Вот там камера. А как реализовывать то, что экран выключен? Застав в СВСИГе. А камера пишется. Я у нее видео пишется. Ты в Google Play знаешь, как искать? Если он в банке выключается. Ну бери там ключевые слова. В скрытые видео. Пирог тоже из банки. Любые вопросы Google, Яндекс или Google. Я так учился. Я не знаю как правильно это. Вообще Руслан. Отмена судебного приказа. Вот ты пишешь отменить судебный приказ. Это сок. Дословно не могу вот это непринятие и не афер. Это и есть вот то, что ты не принимаешь, что они тебе предъявили. Я Руслан. Вот в одном отмена судебного и отзыва в одном послание в суд. Для этого нужно прочитать статью из гражданского процессовального кодекса СДПК отмена судебного приказа. 129 и 128. Внимательно читаю? Нормально. Какое там ключевое слово? Как отменяется судебный приказ? Не согласен. Нет. Я вот два судебных приказа отменил по Регионгазу. Потом какое ключевое слово? Глагол, действие, обстоятельства. Ну что я как это? Эффект вообще не акцептую. Ты так описала, не акцептуешь. Да. Без акцепта я писала. Без акцепта вообще не акцептую. Я глагола не слышу. Нет. Да, стоп. Я понимаю, а вот сказать вот у меня вот это вот Открываем на телефон и читаем статью суда в день и в руках. Надо выделять для себя ключевые слова. Как отменяется судебный приказ? Ключевое слово должно быть. Так, 129. От вас должно быть какое-то действие, то есть глагол. Ну я вот, например, вспомнила вот единственное, что я вашу аферту не принимаю. ГПК. Нашла ответ на суд. Итого. Вопрос, как отменяются судебные приказы. Какое ключевое слово для отмены судебного приказа? Отменить ключевое слово. Ну отменить это ты говоришь, что нужно сделать. А до этого там есть ключевое слово. Именно в статье, именно по их законам. Я сейчас говорю, как их оружие правильно пользоваться. Если на тебя напали с мечом, тебе нужно либо остановить его, либо другим мечом остановить удар. Надо сейчас выяснить, где острие меча. Откуда идет удар. Здесь написано при поступлении установленный срок возражение должника. Но я не должник. При поступлении чего? Возражение должника относительно исполнения судебного приказа. То есть ты что должна сделать? возражение? Ну то, что я не согласна с этим решением, то, что я не являюсь должником. согласна это отрицание факта. Возрадить. Возражение. 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 поступает в возражение. Я всегда писала протест. Я писала протест. Протест это тоже возражение. Протест это судебный приказ. Если перейти с английского, это поступает в возражение. Я там писала, что требую отменить, я не являюсь должником. То, что квитанции не присылают. Что там еще? То, что пишут они лицевой счет. Лицевой счет не имеет ко мне никакого отношения. Мало того, что персону прописывают. Капслоком. Это вообще не я. Совершенно не я. Ну вот там вебра два судебных, потом исковой. И исковой тоже. И все. Понятно. Ладно. Идем, пироги. Ясно, как должно быть? Идем, пироги. Такое слово обязательно должны присылать бумаги. По личным законам. Выражай. Я там, может быть, даже как-то по-другому пишу. Я даже вот такая исковая они мне прислали. Я никак не писала, что приказываю вернуть исковое заявление не живем и газом. Хотя до этого мне председатель суда, районного суда писала, что я к этим разбирательствам не имею никакого отношения. Я это кто? Судья. Это председатель. Председатель. Что она не имеет никакого отношения к разбирательству. не судья, а мировые судьи. То есть вы с ними там что-то это. Я вообще к этому отношению не имею. Она мне написала. Но когда уже я написала поисковому, что приказываю вернуть исковое заявление без рассмотрения. И там вот, я сейчас уже не помню, это было потому что в прошлый год. А мне в авгаре. И она мне пишет, она типа не стала ссылаться, что приказ исполнили, а она пишет, что Межрегион ГАЗ забрали исковое заявление. А мировой судья мне пишет, что они вернули им исковое заявление и плюс еще их предупредили, что больше они не имеют права подавать по той же стороне и по тому же делу. Антон, а тебе что-нибудь по теме Росреестра? Вопрос есть? Если я тоже хорошо написала. Давайте мы сейчас что-нибудь наверняка что-нибудь знают по Росреестру. Ну тут мало знаний. Мало? Наталья Рыбкина очень хорошо. Мы, ну сейчас тут не Наталья Рыбкина сидит все-таки, а Елена в июне купила недвижимость в присутствии свидетелей, которые все подписали договор купли-продажи, были прикреплены цветные копии документов, удостоверяющих личность, вот, был уведомлен Росреестер, уведомлена налоговая о смене собственника, но на постановку в Росреестер и совершение конкуридентного действия оплата пошлины 2000 рублей за переход права собственности это все совершено не было. И ресурсоснабжающие организации продолжили присылать платежки, так называемые, старому собственнику. Старый собственник возбудился и подал в суд на, значит, персону Елены в том, чтобы ее принудить через суд, значит, зарегистрировать право собственности. Вы знаете? Да, заставить. Мы лично с ней ходили в Росреестр на прием к начальнику нашего рязанского, вот этого, казенного учреждения, Бриго Зимирович. Да, это все есть на канале. Где он сказал, что никаких актов, приема и передачи, естественно, нету, ни от какого там СССР, КРФ. Структура, то, что государственная, никаких документов нету, чтобы подтвердить. Вот. И может быть просто, так как у тебя большой кругозор, широкий круг общения, может быть, ты, ну, по этой теме какой-то комментарий сможешь дать. Дополнительный. То есть, как бы ты действовал, именно вот сейчас предстоит суд. Я вот недавно с этой информацией познакомился, начал изучать, потому что раньше у меня такой вопрос вообще не стоял. Да. И никто не обращался, но я, немножко мне народ это сообщает, где они там что-то сделали, вот что-то делали. Вот. Я взял дом в деревне, и хозяева не захотели составлять договор Мены, не захотели, чтобы без регистрации, не захотели договор купли-продажи без регистрации, сказали только через МФЦ, по законам РФ, и только с регистрацией в Росреестр. Плюс еще мне риелтор посоветовал сделать через аккредитив. Как оказалось... Счет. Ну, типа банковская ячейка. Да, да. И оказалось, что в этом банке за 10 лет, я второй, кто вообще сказал об этом, что нужно на аккредитив. То есть за 10 лет у меня только один аккредитив. Нет, у нас это часто используется. Вот, да. В больших городах даже. Куча. Вот. Почитай, что-то. Этот... И я начал узнавать информацию, чем может обернуться, если вот, допустим, мы составим договор мены, либо договор купли-продажи без регистрации. И задал вопросы народу и почитал. Народ сообщает, что да, действительно, вот такие ситуации возникают. Составляет договор купли-продажи. Ну, как с машиной. Не регистрирует, все, живет нормально. Если человек платит, все нормально, то все нормально платит. Но есть такие, которые сразу прекращают платить, а где договор и все такое. Естественно, им отрубает свет, они идут скандалить, пока не скандалит, это возникает, ну, не скандалит, это выясняет правовое отношение, да, кто за что должен платить. Естественно, эти компании, они работают по схеме, по программе, у них программа срабатывает, они судебный приказ, исковое заявление, судебные приставы, и начинают искать должника. Еще где-то, при мировом приказе. Известно, у них последние сведения, что там проживал предыдущий хозяин, в Росреестре собственник он, все договора оформлены на него. Все. Они начинают его кошмарить. А люди даже пытались договариваться с бывшими хозяевами, что вы напишите в Росреестр, уведомите и потребуйте вывезти из реестра. Так мы это и сделали. Я знаю, что переписывали имущество на общину, там, на родовую, на земельно-родовую, на семейную. Трижды их уведомляли и требовали снять с Росреестра. У кого-то удавалось, у кого-то нет. Вот самая главная фишка, то, что у них право собственности зарегистрировано в Росреестре. Именно право собственности. А когда вы там, ну, регистрируете на свою персону, вы же госпошлину платите, вот эти две тысячи, именно то, что вы выкупаете право собственности. И на землю, и на дом это происходит отдельной платой. Поэтому такую ситуацию, я, в принципе, бывшим хозяевам разъяснил это все, я говорю, я не хочу, чтобы у вас проблемы были, поэтому, вот давайте, первый вариант, второй, ну, если не получишь, тогда третий. И все, они позвонили, говорят, только третий. Третий это с инфоцелем. С регистрацией инфоцелем. Это понятно. Ну, вот как я, это, Риел там поговорила, я говорю, что вы сами, те, кто продали, пусть уведомят. Ну, мы же обоюдно уведомляли. А им это зачем? Что они теперь не являются. Лен, мы писали уведомление, и от нее, и от вас. Она же свою подпись там ставила. Антон, вопрос сейчас больше в чем? Вот сейчас будет суд, где предыдущий собственник подал заявление о том, чтобы принудить нового собственника поставить на учет Росреестр. А мы знаем, что Росреестр это шараш-монтаж негосударственный, да? Вот. И нету, нету ответственности, то есть ни в одной статье не написано, что если новый собственник не ставит на учет, то вот такие-то, такие-то штрафные санкции или там на пять лет в тюрьму или ограничение права передвижения, такого нет. То есть всегда это говорит о том, что это не запрещено, а что не запрещено, то разрешено. Вот ты бы в этой ситуации как действовал? Во-первых, бы набрал в Ютубе, в Гугл, в Яндексе слова судебная практика и ключевые слова. То есть обязать, Росреестр, учет, регистрация. Вот эти слова. И почитал бы, вы не первый. Это я уже много лет это слышу, наверняка недвижимость постоянно продается, покупается. Такие случаи были. Соответственно, есть судебная практика. Наверняка кто-то доходил до Верховного Суда и скорее всего есть позиция Верховного Суда по этому вопросу. там как получается? Либо признать новым собственником вот этого, вот эту персону, либо обязать ее платить вот за это. Но по идее должны признать новым собственником на основании договора купли-продажи, потому что он должен, и обязать его зарегистрировать, иначе там штрафные санкции или еще что-то. То есть штрафные санкции в том-то и дело. Мы это очень глубоко изучили. Штрафные санкции не предусмотрены действующим законодательством. В этом и прикол, скажем так. То есть они не могут обязать ее пойти и поставить на учет в Росреестр. Но я как раз это все прописала. Да. Я уже отнесла в суд. Мы там сколько уже километров этого всего надписали. Уже я отнесла. Суд должен быть уже завтра, неделю, 29-й. Я плюс еще прописала, что я как человек, советский человек, не могу присутствовать на вашем судилище, так как не могу, нет такой возможности и финансов, чтобы добраться до Северного Ледовитого океана. Я прям так написала. По проекту Конституции и вот это все. 187-й ФСЗ, 191-й. Я прям все это написала. Мало того, что они, их нет, они в черной мантии, они дали клятву, присягнули или Дибар. Какое отношение они имеют ко мне, к советскому человеку, если они там английское это. Это мы как ведаем. Практика показывает, что будет принято решение о посутствии персональной. Да. так как... Скорее всего, они не в твоей пользе. Нет, я прописала. Могут ли они меня заставить и обязать поставить имущество, которое было построено и введено в эксплуатацию в советское время 1970-го года. Дом, как стоял, как стоит и будет стоять на советской земле и стоит на балансе Советского Союза. Вопрос обширный, нужно изучать. И первое, это начать судебной практики. Возможно, есть решение в вашу пользу. Я так думаю, почему-то, что вот прям, я не знаю, я почему-то у меня вот какая-то вот чуйка. Ну, Лен, поставить никогда не поздно две тысячи заплатить. Это за нами не заплатить. Зачем я? В принципе. Вы не руками ставить в коммерческую компанию это понятно. В принципе. Имущество. Суть в том, что советское имущество. Суть в том, что у Советского Союза никакой земли отродить не было. Земли, территории, собственности были у республик. Республики это государство. Советский Союз это просто союз. Я там все как раз и прописываю, что государство. Первый момент. Второй момент. Территория Российской Федерации как и территория Советского Союза она воображаемая. Есть такое понятие субъекты РФ. И вот Рязанская область это субъекты РФ и ехать никуда не надо. Далее. Давайте сначала приведем аналогию. Есть большой дом многоквартирный. Там много квартир. В них живут жильцы. Собственники квартир. И вот для выполнения их интересов уборки территории, ремонта оборудования общедомового, фасада здания, крыши и прочего прочего нужен какой-то исполнитель. Управляющая компания. И вот эта управляющая компания обслуживает этот дом в интересах жильцов. Но у нее этот дом не один. Их несколько домов. В разных районах, в разных улицах. И дома-то они разные. Какой-то кооперативный, какой-то там муниципальный, какой-то еще. Обслуживает одна управляющая компания. И вот Российская Федерация она управляющая компания. Которая обслуживает Республику РСФСР, Российскую империю и прочее, прочее, прочее. Она не государство. И не надо быть государством. Она управляющая управляющая компания. Все. А СССР государство? Нет. Это союз. Управляющая компания? Союз государств. Республик. Республик. Республики есть государство. Республики это есть государство. Поэтому ваша персона, система так устроена вам во благо. Она не видит живых. Если ты себя позиционируешь как живой, значит ты за проступки должен отвечать как живой. Украл, руки тебе отрубили нахер. Все. А когда ты действуешь последствием персоны, бьют тебя не по морде, а по твоей личине, по персоне. Наказание мягче. Тут все во благо, все взаимосвязано. И вот государство это и есть республика. И персона рождается в республике, в государстве. ЗАГС. Первая буква заглавная, остальные маленькие. Это все от республик. А на республике, как на фундаменте, создается корпорация. Уже все как сроком. И итог нет. Вот это нужно понять. Итог, что РФЭТа это же не государство. Нет, ему не надо быть государством. Это управляющая компания. Управляющая. Хорошо. У управляющей компании, которая действует в интересах Российской империи, управляющей компании. У КВЭДе написано, что эксплуатация жилого дома либо по договору, либо на добровольной основе. Да. Написано. Да, да, да. Плюс, блин, выскочила мысль. Российская Федерация и тем более Советский Союз это были прям махровые демократические структуры. Демократия это власть большинства. Большинства. То есть 51% больше это их власть. Что они решат, то и будет. А остальные 49, они уже как в геноциде находятся. Их воля подавлена и интересы заставляют принудительно. Это насилие большинства над меньшинством. Советский Союз это очень дерьмовая структура. На порядок дерьмовее, чем Российская Федерация. И здесь то же самое. Дом единый. Ты его не разделишь, не распилишь. И там решает большинство. Большинство собственников выбрало управляющую компанию. Эта управляющая компания там будет. Если тебя не устраивает, вали из этого дома в другой дом, где там такие же, как ты. Нет, почему? Да, так социум устроен. Так социум устроен. В советское время были многоэтажные живые дома, а сейчас многоквартиры. Поверь, пожалуйста. Ой, то есть, да, я не могу сказать. Все. Я один короже. Я ничего не говорю. Нет пророков вопросов. Вопросы? Какая тут? У меня два часа осталось. Ну, сейчас есть. Запись сейчас идет? Сейчас включим. Я постоянно нет. Нет, нет, нужно. Меня постоянно идет. Давай, вопрос. Антон, а ты заморачивался с процессом перехвата персона? Нет. Насколько я помню, там было разговор у тебя с Новым Духом, и он там некоторую информацию закидывал, и он обещал тебе документы по этому поводу дать. Я сейчас проезжал Воронеж, я с ним виделся вживую. Я с большим интересом, как ты с ним пообщался, например. Это как перехват персона. Это делается не так. Ты пишешь мои контакты есть в телеке? Нет, к сожалению. Нету? Сейчас обменяюсь. Пишешь коротко, кто ты, чего хочешь, и свои контакты. Я пересылаю, если он сочет нужным, он тебе позвонит. Все. Тебе надо в телек писать? Сейчас я же тебе говорю, обменяюсь контактами. А что это за процедура перехвата персона? Да, нас тоже это за интересная тема. Такая завлекательная тематика. Смысл в чем? Я уже много случаев таких слышал. Люди откопали схему, то есть они осознали, что все зарыто именно в ЗАГСе, именно в учетной записи, именно актовой. То есть это вот там все зарыто. Все оформлено актовой запись, и все паспорта, формы 1П, свидетельство о рождении, это все идет напрямую, то есть это доступ к ключи именно актовой записи. Именно актовой записи это и есть тот самый ключевой момент, где вход там и выход. То есть они что сделали? Они использовали опять же законодательство РФ, почему называется при отделе администрации записи актов гражданских состояний ЗАГС, то есть вот эти слова акты, что это за акты, нужно почитать, что это такое, какие там есть именно акты, это рождение, это замуж женился, то есть это брак, так называемый смерть, смена имени и еще там так вот они пошли по пути смены имени. Они да. просто поменять имя свое. Пусть Антон скажет, подожди. Я об этом и сказал. Пусть Антон говорит. Так, они пошли по пути смены имени. Соответственно, вот у вас во всех документах, все документы у вас имеют одни и те же фио, одни и те же даты рождения, одни и те же места рождения. Кстати, у меня есть ответ из ОВД, что там они пишут определенную фразу, информацию выдали. там написано текст и там написано ваше имя запятая, а именно кавычки открываются фамилия, имя, отчество запятая, написано дата рождения запятая, место рождения и кавычки закрылись. То есть полное имя персоны, актовая запися состоит из трех параметров фио, дата и место рождения. Вот это полное имя персоны, актовая запись. Соответственно, если вы меняете один из параметров, у вас все документы просто слетают, невозможно идентифицировать. И они, кто-то там придумывает сказочные имена, кто-то мне рассказывает, ГОСУ, вместо фамилии написано ГОСУ, а вместо имени Дарь, без отчества. Как вам сейчас? Вот же написано. Ваш документ. Вот. И когда они это делают, это протестировано уже не только в России, в других тоже зарубежных странах присылали, делали, то есть они идут через этот акт, оформляют новую актовую запись, имеют к ней доступ, свидетельство о рождении не получают и ни один документ не получает. Актовая запись есть, новая, старая аннулированная со всеми документами, привязанными к ней, а к новой доступ никто не имеет. Они ничего не могут сделать. Актовая запись есть, учетная запись, кредитор есть, обеспеченная сторона, а персоны, на которые все долги вешать, их нет. И как он эти документы не получает? два важных момента. Тебе можно снять? Нет, первый момент это по поводу ЗАГСа. Я вот собаку с улицы притащил, назвал Жучка. Я не спрашиваю мнение. Буду Жучкой называть. У нее выхода нет, она будет отзываться. Вас как назвали фамилию мельчества. Она откликается. Как это именно лечение? Именно лечение. Но это вежливая форма. А в реальности это кличку тебе дали. И ты не откликаешься. А когда ты завершаешь процедуру переменной имени, ты проявляешь волю. Дееспособность. На основании воли. Да. И создаешь новую персону. Сам выбираешь созвучное тебе звучание букв, звуков. Это один момент. Далее. Здесь действует авторское право. Ты автор этой персоны. Самое главное право в правовом поле международном. Самое главное самое авторское право. Остальное все идет уже ниже. Вот. Вот эти ключевые моменты. Потом. Когда создается персона в ЗАГСе по свидетельству о рождении, она находится только в республике, только в государстве. В корпорацию она попадает только после получения паспорта. До этого корпорация тебе ничего предъявить, навязать не может. Все только на обмане и добровольном твоем действии. Ты можешь и в инкомат не пойти, и комиссию не проходить, и военный билет не получать. Это все начинается с зомбирования школы, с принуждения. Вот это вот все. Но это я отвлекся. Значит, когда начинается взаимодействие с системой, с какой-то формой, ее ярко выраженной, там СССР, Российская Федерация, без разницы, все это начинается на основе договорных отношений. Вот, допустим, есть юридическое лицо МВД, есть юридическое лицо там ЗАГС. Они друг друга не видят, они взаимодействуют. Между ними нужно провожать кабель связи. Это договор. договорные отношения. То есть они вступают в договорные отношения на основании чего и условия их взаимоотношений. Передача данных, обмен данных. Ну, так, утрированно. И вот ваше взаимодействие, вход в систему, ваш вход в систему, это получение паспорта. Чтобы вас система увидела, идентифицировав, с вами взаимодействовала, чтобы она видела, как веки, у вас должен быть паспорт от этой системы. И это взаимодействие, договорные отношения выстраиваются на основе формы 1П. Вот это и есть договор вашего взаимодействия в качестве кого и на каких условиях вы вступаете в эти взаимоотношения. Вот с этого все начинается. Паспорт это следствие. Начинается это все с формы 1П. Как она будет оформлена, на каких условиях. А вот что самое интересное, когда меняешь имя, я потому что разговаривала с директором завтра, она такая «Мы тогда у вас заберем свидетельство подождение, а вы дадите в доме его имением». Что вы заберете? Вы пройдете и заименем? Она так сказала «Акбрем передачи будет». Что значит «Замить?» Я не собираюсь его. А как мы вам так дадим и дадим. А я когда ей стала говорить я тоже проверяла, а мне потом сказать, что она тебя тоже проверяла. Я говорю «Я возвращаю свою родовую фамилию». Она такая сначала потом «Нет, мы заберем». Я говорю «Еще раз повторяю». «Я возвращаю свою родовую фамилию». Она такая «А, да, тогда мы не будем забрать вас». Нет родовой фамилии, есть имя рода. И род должен в реальности, Она сказала «Да, тогда не будем забирать». У меня был вопрос, потому что там уже не обязательно форма 1П. Есть и форма 1П. Смотри на ксерокопию форма 1П. Обрати внимание в конец. На каких условиях устраиваются взаимоотношения? Это договор взаимодействия. Это ты прописал или уже было пропечатано? Я пропечатал. Подожди, надо вчитываться просто запись идет? Время контакт серьезно. Какие еще вопросы? Вопросы именно отличия. Есть форма не просто 1. Это все формальности. Главное двусторонний договор. Их роспись там и твоя. Я понимаю. Если ты не истребовал условия контракт, и вопрос. Я понимаю, что пока подписи поставил, ты не подписался под это все. Ну да. Ну, естественно, там очень много нюансов как заполнять, а все уже зависит от того, как ты самоопределился. Вот и все. и опять действовать через ЗАГС необходимо именно самоопределиться и не заблуждаться относительно того, кем ты являешься, кем ты себя осознал. И не надо там строить какие-то фантазии, если ты отталкиваешься от того, что не ощущаешь себя гражданином, то есть огражденным в правах. Я не понимаю, в чем вопрос? вопрос в том, что надо именно себя позиционировать правильно самому перед собой. Это не вопрос, это убеждение. То, что ты говоришь, это прописные истины, которые мы знали еще там 3-4 лет лет. Я не вам говорю, а кому? А всем. Все вы знаете. Мы все знаем. Ты зашел, ты сказал, разрешите представиться, я вот только недавно проснулся, а тут все проснулись 10 лет назад. Кто 3-5 Я просто хотел пояснить, мало ли кто-то вопрос не изучал. И именно Как твое имя? Домой я тут ничего. Нет, твое имя, я не спрашивал про его. Мое имя Юрий. Юрий. Если ты хочешь до кого-то донести истину, о которой еще никто не знает, есть масса разных возможностей. Вконтакте, Телеграм, Ютуб. Открой, вещай и посмотри, сколько ты наберешь фактического за год. Вот тогда ты осознаешь, интересный это народу или нет. где Каруслан? степень на русский и вот это хочу спросить вопрос ты готов жить без паспорта? без паспорта? А ты тестировался на возможность жить без паспорта? Еще нет. А откуда ты знаешь, что ты готов жить без паспорта? Пока я на этом пути стою. В данный момент ты сидишь? Учусь смотреть пропуск. Вот я говорю либо отработать свое и идти когда ничем смотрим твоего месяца по-моему либо параллель взять на кошечку или где ваш свой ведет себя обманюйте. Прежде чем знаешь, послушайте, семь раз отрежь, один раз отмеря, один раз отрежь. А вот с паспортом нажай на стол. Если у тебя пензицин будет, то как уж лечиться. А срочно во Владивосток надо будет смотаться, как поедешь? Письмо. Но есть люди, которые довезут. Но довезти-то не могут. Они довезут тебя? Это вопрос правильный зависит. это вопрос практики. Ты вот так добирался на дальнее расстояние без паспорта? Да. Вопрос в том, что готов ли ты практически к этому. Теоретически, может, ты и готов, но практически. Потому что я знаю, многие мне звонят, говорят, избавился от паспорта. А в разные причины. Голок отрезал. А иногда смотришь кромсает. Подождите, подождите, подождите. Важный вопрос. Избавился от паспорта? А вот сейчас возникла ситуация. Детей отнимают, квартиру изымают, не знаю, что делать. Суды не могу, ходить туда не могу, все не могу, все закрыто. Кошмар, ужас, помоги. Персону снял с регистрации до избавления от паспорта? Нет. А почему? А не знал. А зачем ты делаешь шаги, которые приводят к тем ситуациям, которые ты не предвидел даже? Ты даже не видел их. заходишь в комнату, свет выключен и ты пошел быстрым шагом. Я готов. И пошел бабах, стул и что-то. упал. Первый шаг я сделал мне нигде нет. Ты здесь есть. Я тебе вопросы задаю, ты не готов на них ответить. Практическое. Я о чем говорю вообще? Мне звонили, звонят и говорят, я себя протестировал. Взял, дома есть шкафчик, ключ есть. Я его открыл, все туда свои документы положил, закрыл, на ключ закрыл и ключ в огород выкинул. И все. И так, говорит, два года жил. Ни разу не... Я, конечно, могу вскрыть шкафчик, но попорчу мебель. Говорит, не вскрывал. Протестировал себя два года хотя бы. Тебе не говорит никто. Не надо их... Они же сейчас не зря вот это вот. Они административку и уголовку ввели за порчу паспорта. Нет, потому что с учетом регистрации я это давно не сделал. Еще лет 10 с нами. Это я это сделал. Мне нигде найти не могут. Ничего. Кто, что, паспорт остался. И вот дальше продолжить у тебя возникают вопросы из-за того, что у тебя все-таки на них. Изучай этот вопрос, концентрируйся на нем. У тебя сколько времени осталось? Год, два? Год, два. Трещин. Успеешь? Изучай эту тему. Можешь как раз вот вариант с тумбочкой два года протестировать. А там глядишь и изучишь. Ну, как? Мне звонил мужчина как раз с Нижнего Новгорода. Ну, он, видимо, тех не знает, всех нам известных. Он говорит, я отправил паспорт к Колокольцеву, все там водительские, с Нилсой, все отправил по всем органам, которые ему это выдавали. И меня теперь прессуют, меня хватают, меня тащат. вот, и что мне делать? Суды, задержания. А я ему говорю, а зачем ты это сделаешь? То есть нож им можно и убить, и яблоко почистить. То есть паспорт, это инструмент. Я говорю, у меня их пять штук. Я их использую так, как мне выгодно. Открыли счет на паспорт, понимаешь? Выгодно, выгодно. Почему бы нет? Почему бы не использовать? То есть люди просто не понимают, либо у тебя должен быть альтернативный вариант. Альтернативный. Авторский документ. Или вот такой альтернативный документ, как паспорт мира. Альтернативный как свидетельство рождения. Нет. Свидетельство рождения не является документом, удостоверяющим личность. Личность – это лик, лицо. То есть вот стоят четыре мужика твоего возраста примерно, и каждый говорит, что это его свидетельство рождения. А как узнать, чьё? Я знаю, что это до рождения и дата выдачи, когда документ, потому что родилась, по сути, это подмена. Там не выдача, там дата регистрации акта гражданства. Да, да. Учетная запись когда была создана. человек, человек такого числа родился, а персона учреждена такой-то датой. И разрыв может быть там три дня, месяц, год, через год. Я недавно буквально аудио большое записывала о том, что по одному факту рождения цыгане регистрируют несколько персон. А раньше это было распространено у них повально. Родился детеныш дома, да, есть свидетельница какая-нибудь, тетя Сара цыганка, которая пошла вместе с матерью новорожденным в один сельсовет, в другой сельсовет, в третий, в четвертый. В каждом они сказали, что родили детеныша, в каждом выдали свидетельство о рождении, подходят 14, 16, 18 лет, выдано 4 паспорта, в одном он там такой, в другой сякой, 4 персоны. И он всеми пользуется. А и нигде не написано в законе, что в ЗАГС можно обращаться только один раз. И соответственно они потом все льготы за суда. 4 раза можно в детский лагерь съездить, 4 раза можно 4 детских новогодних подарка получить. Ну мама, у самой 4 паспорта. У меня это 4 паспорта по другому. Нет, я говорю про цыган, в случае с цыганами аналогии. Выключай, выключай. Мама, у самой несколько паспортов. У мамы несколько паспортов. Смысл в том, что понимаешь, мы по сути, вот я себя называю тестировщик, ну как тестирую систему, я экспериментатор. За последние два года я паспорта менял 6 раз. И ты говоришь, вот мне в 45 лет мне надо паспорт менять. Да ты в 45 лет можешь хоть 10 раз. Каждый месяц ты можешь новый паспорт получать. То есть главное понять причину. Каждый месяц ты можешь менять ФИО, заплатив, если у тебя 1600 рублей лишний есть. И получаешь паспорт на этом основании новый. Новое ФИО, новое ФИО, новое ФИО, новое ФИО. Ты пользуешься. Просто женщинам это как-то легче, потому что вышли замуж, поменяли паспорт. Второй раз вышли замуж, поменяли. И так далее. То есть для них это более привычно. А мужчины считают, что вот если тебе паспорт выдали, береги его, он ведь с красным знаменем цвета одного. Ну и ничего подобного. То есть ты можешь эту процедуру хоть каждый месяц сделать. Паспорт вновь его как бы вынашим просто только либо до 45 лет. У тебя уже материальная привязанность возникла к этой бордовой блаженце. Не, не, не материальная. Я говорю, что либо достигнуть саму собой достигнуть просто амулироваться. Пока время пройдет, ты уже столько лет. Есть на просторах интернета такой такой как бы его назвать Лев. Он называет себя Лев Суверен. Ну он очень продвинутый в этой теме. У него там курсы платные 100-200 тысяч. Смысл не в этом. Смысл в том, что он говорит, что 45 лет это когда заканчивается ваш личный траст до 45 лет. То есть это тот возраст когда человек уже начинает мудрость набирать. То есть до 45 лет это зрелость. А с 45 лет начинается новый траст. То есть и ты либо входишь туда с тем же статусом рабским, либо ты должен понять где ты, что ты, кем ты являешься, кем ты явился в этот мир и входишь уже, пусть ты входишь в новый траст, но на иных условиях. Понимаешь? Которые как вот за кадром мужчина всем нам известный вещал, они должны быть прописаны через форму 1 в 2. Андрей Широнин как тоже добивался пастуху. Три правда ошибки ему убрали, а две еще пока остались. Ну и мы сказали, он говорит, никуда не звони, мы тебе выдадим как положено. Ну как положено. Он говорит, я типа должен позвонить, мне надо позвонить там не звонить никуда. Не надо шуршать. А вот у меня вопрос не вопрос, да, вот Антон, я забирала все формы 1п, копии. Первые оригиналы копии с оригиналом я сравнивала, хотя она сидела, начальница, она говорит, ну я же только что с оригиналом сделала, я говорю, ну и что? Я говорю, я хочу посмотреть, переверните, она перевернуть, она сколько, минут 20 прошло, когда она вот, она, вы тут вот напишите, а вы тут вот это вот, там это, я говорю, я сейчас напишу, вы мне покажите, Я говорю, вы что-то боитесь? Я говорю, что-то там, она говорит, нет. Но она переворачивает, первую форму, которую в 2002 я получала, 18 пунктов там чисто, вообще все вот это чисто. Вторую я получала, ты зафиксировала, сфотографировала? Она не разрешила, но я это запомнила, и я поэтому, которую копию я получила, я там написала, что пусто. Вторую копию я получила, ну она уже так это, вот уже не так, вот она вот, когда прям аж положила вот себе сюда, вот так вот, я прямо через стол. Я говорю, а вы что так боитесь-то? Я не боюсь. Я говорю, второй, когда она уже, ну она уже вот так вот держала ее. И там в 18 пункте прописан мой адрес, который я проживала вот здесь вот на интернациональном. Я говорю, а почему здесь, говорю, стоит этот адрес? Я говорю, если там уже 27 лет. Я не хочу точнее, адрес это на интернете. В 18 пункте. И вот этот, который прожил, это адрес, на котором она жила в младенчестве. А ей складывается 27 лет назад. Я же только сейчас сказала, 27 лет назад. Сейчас уже это 30, ну где-то 30 с лишним. И вторую я получаю, я тоже в 18 пункте, тоже опять же здесь этот адрес. Я говорю, там проживают уже другие люди. Я говорю, я проживаю уже здесь. Я говорю, почему? И вот она мялась, она мялась, не знаю. Я говорю, в смысле вы не знаете? Я говорю, вы знаете. Я говорю, скажите. Я говорю, почему? Я говорю, с чем это связано? Я говорю, там другие люди проживают. На каком основании здесь их адрес написано? Ну, видимо, это так связано, что вы получали советский паспорт, проживая там. Прописка там до сих пор? Да Вот я это тоже поняла Просто в 18-м блоке Никак не хотела, я не знаю В 18-м блоке по их регламентам Они должны указывать Основание приобретения гражданства Российской Федерации Но никак не адреса Потому что именно прописка до сих пор Делайте запрос В 18-м это другие отметки Нет, я точно знаю В регламенте они указывают И в моей последней форме 1-п Начальник паспортного стола Указала как раз таки основание Приобретения гражданства А вот здесь по этому адресу Регистрация, это время мы проживаем Но паспорт я сняла Хотя они мне прописаны Вы сняты Я говорю, не я Вы паспорт сняли Я говорю, в нем написано Снят с регистрационного учета Это там не написано, что снята Снята Она, наверное, на меня смотрит Снят паспорт Я говорю, ну не я Лена, она не сам ничего не понимает Нет, она очень прекрасно Начальница Это она очень прекрасно понимает У вас У женщины Еще даже прочее У меня, ну это Паспорт открываешь Там написано Паспорт гражданина То есть род мужской Да, да Открываешь, там персона Да, вроде поэта Женщина написана Жен точка Нет такого рода Ну да Вы можете говорить Я женщина А тут какой-то гражданин У меня женский род А у него мужской Это что Это что такое Это вообще отдельная сущность Мужского рода Там уже четко ясно Что кто является Гражданином Российской Федерации Паспорт Гражданин Ну это паспорт Потому что в советское время Когда открываешь Была фотография И здесь написано Паспорт гражданин Союз Советских Социалистических Республик Фамилия там Иванов Иван Иванович А это наоборот Здесь паспорт гражданина А потом открываем И еще вот так вот И переворачиваем А там все было вот так А тут вот так вот И здесь уже Паспорт гражданина Гражданин Это ФИО А где там ФИО? ФИО на другой странице написано Если в советское время Был написано Что паспорт И фамилия И имя отчества Был написано Там четко было ясно Понятно Что да Это паспорт Иванова Ивана Ивановича Так ладно Вопросы есть еще Какие-то? Или тема для обсуждения? Завершаем запись Или все Собираем в путь-дорогу? Нет Нужно выключить записи И просто поразговорить Я могу это Обычно мне начинают Секреты выведать В записи Все выключаем? Да Ну а если что Я включу Если что Интересно Ярослав Иди за стул А что там все? Что Никто у вас Вот так писать не умеет? Нет Телефон отплющен Он пишет Это говорит о том Что никто из вас Не смотрел мои видео Самостоятельной правозащиты Я об этом Там все Все пишут Все записывают Все запоминают Но никто не смотрит Я ни разу Такого не слышала Вот сейчас я записала Поэтому посмотрю Для кого стараюсь? Да вообще тебя никто не знает Ко мне все пришли Ты не понял что ли? Да Мюк понял Мои видео все смотрят Нет Вы не смотрели Субтитры сделал DimaTorzok